Как возникла Ялта. Было, не было так. Но рассказывают, что в далекие времена по Черному морю плыли греки из Константинополя. Чтобы найти для себя новые плодородные земли. Плыли долго и как будто уже должны были увидеть берег. Но его все не было и не было. Потому что зигзагами шла дорога путешественников. Недаром в древности называли Черное море Понтос-Аксинос, негостеприимным морем. Бушевало оно. Бросая суда по волнам. Выбились люди из сил. Борясь со стихией. И ждали гибели в темно-свинцовых водах. Наконец стихла буря. Но не сделалось легче. Спустился густой туман. Закрыл горизонт и небо. Куда плысь? В какую часть света несет корабли? Долго блуждали по морю люди. Не стало на судах пресной воды. Съедена вся пища. И снова мореплаватели ждали гибели от жажды и голода. Много дней стоял кругом мертвый туман. Отчаяние охватило путешественников. Потерявших надежду когда-нибудь встретиться с землей. Но однажды утром с зарей появился ветерок. Белая пелена стала рассеиваться. Выглянуло солнце. И совсем недалеко греки увидели зеленый берег и горы. Ялос! Ялос! Берег! Берег! Закричал дозорный. И все на корабле радостно приветствовали землю. Ялос! Ялос! То была прекрасная таврида. С возродившимися силами работали гребцы и вскоре причалили к берегу. Вернулись жизнь и радость к уставшим переселенцам. На благодатной земле греки. По соседству с местными жителями. Основали поселение и назвали его самым дорогим для себя словом Ялос. Берег. Так возникла Ялта, прибрежное селение и ее название. Легенда о возникновении Ялты связывает воедино основание города с его названием. Известно, что в период раннего средневековья Византийская империя владела южным берегом Крыма и поддерживала с ним оживленные связи. Не исключена возможность переселения греков из Византии в Крым. О чем рассказывает легенда? Записано от М.Г. Киборг из Ялты. Ялос по-гречески берег. 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 Ялос по-гречески берег.